МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прямом контакте с командой, с командирами, с командующим. Когда жители нашего города начинают покупать арбузы и блини без лишних опасений? С конца августа примерно. Вначале стараемся как бы не покупать. Большой ряд мер социальной поддержки подготовили для первоклассников областные и муниципальные власти. В частности, единоразовые выплаты получат многодетные и малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. В Ленинском округе муниципальные власти сами будут участвовать в подготовке детей к школе. Старт акции дал глава округа Алексей Спасский. Он лично вручил двум будущим первоклассникам, Денису и Дмитрию Авдаяном, ранцы со школьными принадлежностями. Поздравляем с приближающимся 1 сентября. Прямо вот видно, что посмотрели. Готовность есть учиться? Да. Всего рюкзаки со школьными принадлежностями получат свыше 70 первоклассников. На территории округа вручение подарков проведут представители администрации и местного совета депутатов. Первые обладатели портфелей живут в городе Видное. Денис и Дмитрий скоро переступят порог 10-й школы. Очень приятно прямо в такое время от государства такую поддержку получить. Конечно, очень приятно. В рюкзаках находится все, что пригодится первоклассникам во время учебы. Канцелярские принадлежности, тетради, альбомы, краски для рисования, цветная бумага и подставка для книг. История шефства нашего муниципалитета над Эсминцем Гремящей началась в 1996 году. За это время более 150 юношей округа прошли службу на корабле гордости российского военно-морского флота. На сегодняшний день имя Гремящей присвоено современному корвету, а шефские связи продолжились, обеспечивая преемственность поколений. В конце 2020 года заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуарда Радушкин присутствовал в Санкт-Петербурге на церемонии поднятия Андреевского флага в новейшей истории корвета Гремящей. А в этом году, во время празднования Дня военно-морского флота, Эдуард Петрович посетил корабль в Авачинской бухте у побережья полуострова Камчатка. И когда ты это видишь своими глазами, смотришь на подготовленную команду, на таких настоящих морских офицеров, то чувствуешь и испытываешь гордость в первую очередь. И, честно говоря, какую-то не то что защиту, а ты, ну, спокоен за завтрашний день, если можно сказать так. Орудия корвета могут поражать цели на воде и под водой, а также в пределах береговой линии. Корабли с именем Гремящей уже более 250 лет несут свою службу. Этот корвет – первый Гремящий в 21 веке. На прямом контакте с командой, с командирами, с командующим. Поэтому всегда можем, скажем так, подпитывать патриотическими не только идеями, а жизнью такой вот наших, наше молодое поколение. Сейчас корвет является одной из главных боевых единиц Сихоокеанского флота. Сезон бахчевых культур стартовал с началом августа. Прилавки магазинов и рынков уже ломятся от арбузов и дыни разных сортов. Однако далеко не все готовы покупать ранние плоды. Доверяют ли видновчане продавцам бахчевых и когда жители нашего города начинают покупать арбузы и дыни без лишних опасений? Мы узнали ответ на этот вопрос. Начинаю покупать с конца июля, начало августа. Ну, уже, по сути, в такое время они должны быть спелые, вкусные, не наколотые. Астраханские попозже будут арбузы. А то, что продают, говорят астраханские, это еще не те арбузы. Покупали, но еще рано. Не знаю, если тепличные или откуда. Даже в Ташкенте, в Киргизии еще не созрели. Не знаю, откуда. А арбузы и дыни покупали, очень вкусные. Дыни вообще обыкновенные, арбуз тоже очень сочный. В середине августа. А почему? Раскрыть покупали? Ну, я так привыкла. С начала августа покупаем арбузы, но муж покупает. Я не покупаю, я не понимаю у них. В середине июля мы уже купили арбузы. А дыни? А дыни не брали еще. Но опасения есть всегда. Ну да. Всегда смотрим, потому что много арбузов, видно, что там дырочка. Это все видно, только надо смотреть. С конца августа примерно. Вначале стараемся как бы не покупать, потому что опасно. Отравлений много. А дыни? А дыни мы мало вообще кушаем, никто не любит у нас в семье. Мы всегда надеемся на продавца. У него спрашивай. Ну, обычно в сентябре, говорят, надо покупать. Еще рано. Ну, не знаю. Вы так рано не рискуете, да? Ну, не рискуете. Ну, честно говоря, их я не очень люблю. Я больше дыню люблю. А дыни тоже в сентябре? Да, в сентябре. Подождем. Может, подешевеет еще. В центральной библиотеке города Видное прошел мастер-класс для детей по плетению фенечек. Браслеты, символизирующие дружбу, ребята выполняли в традиционной японской технике. Присоединилась к увлекательному занятию и наша съемочная группа. Подробности у Натальи Выслаевой. Уже почти полгода на базе центральной библиотеки работает Академия творчества. За это время провели немало интересных мастер-классов для детей. Ребята попробовали себя в разных видах декоративно-прикладного искусства. Рисуем по шоколаду, что-то плетем, что-то может сделать ребенок. Что-то делаем какие-то оригами, что-то из бумаги, кошелечки, пеналы. В общем, то, что ребенок сможет сделать всем плюс. И то, что им интересно. Мы с ними это обсуждаем, что им хочется, что им интересно. Очередное занятие посвятили плетению разноцветных феничек, так называемых символов дружбы. Украшения делали по старинной японской технике. Главное ее преимущество – простота и доступные материалы. Для изготовления браслета ребятам понадобилось восемь шестяных нитей разных оттенков и плотный картон. Теперь от него, от свободного считаем. Раз, два. Берем третью ниточку. Третью берем и пустой вот так вкладываем. Маша Крикунова не пропускает ни одного творческого мастер-класса в библиотеке. На очередное занятие пришла со своим младшим братом и подругой Алисой. У меня вот уже фенчик виднеется. Вот она у меня. Вот. Правда, чуть-чуть у меня вот тут как-то прерывается. У меня ниток. Но так, в принципе, классно. Она у меня уже виднеется. Вот. Осталось еще не очень много. Очень интересно. Мне очень нравится. И вот я пришла, меня неожиданно ребята записали, мои друзья. Это такой сюрприз. Я очень рада. Научиться плести фенечки. Пришли и мальчики. Плести эту фенечки. Это очень интересно. И с помощью этого можно научиться шить. Мастер-класс рассчитан на детей от семи лет. Но благодаря простой технике сделать свое украшение получилось и у ребят помладше. Что тебе понравилось? Делать узелки. И еще делать вот так вот, как бы пустое место узелки тут. Видно, как мы через месяц сделаем другую. Еще мне понравилось, как девочка Атон. Творческие занятия клуба проводятся каждый вторник в 15.00. Мастер-классы, мало того, что это интересно, это еще очень важно, потому что дети развиваются. Развиваются творчески. Умеют там подбирать какие-то цвета, что-то умеют рисовать, проявляют себя вернее. После нас они идут куда-то уже заниматься. Вот многие у меня несколько девочек, которые пошли заниматься рисованием профессионально. Записаться на очередной мастер-класс можно по телефону Центральной библиотеки города Видное. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На этой позитивной ноте наш выпуск подошел к концу. Делитесь своими новостями в социальных сетях телеканала Видное ТВ. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова